всем огромный при огромный привет спасибо что заглянули на мой канал и как всегда хочу поблагодарить всех за добрый теплый комментарий также за свое мнение за то что ставите лайки и дизлайки и также подписывайтесь на мой канал и знаете зашла я сегодня на самое первое видео про бабу галю я его уже просмотрела наверное 1 5 медленно внимательно и знаете там нашла среди комментариев более свежих ну где-то вот неделю назад этот комментарий конечно не мое мнение но я просто решила его вам зачитать вот по прошествии длительного времени смотрю первый ролик про бабу галю и думаю как эти блогеры развели 150 тысяч человек а может даже и больше сейчас мне очень смешно и смеюся над собой что поверил этим блогерам вы только посмотрите как они и уговаривают перейти в другой дом почему не в дом престарелых или в какой-нибудь приют голодная поди давно не ела до четыре года говорит она вы только посмотрите как настоящим кино и все везде черная копоть и бабка черная а подаль чистое эмалированное ведро какая режиссура отличная хорошо придумано заранее от репетировала задают наводящие вопросы она отвечает уже по сценарию утром приезжала скорая но не забрали в то же время говорит пятку отморозила где логика одним словом аферисты во время андрей свалил если что то он не при делах в общем это действительно интересно интересные моменты что четыре года голодная сейчас мы видим помогали прекрасно передвигается ходит по магазинам покупает продукты носит их внуку в больницу все понятно тогда она тоже передвигалась и что она за четыре года не может не могла зайти в столовую и поесть также прочитала комментарии под тем видео что почему ребята показали только одну часть ее обгорелого дома что одну часть якобы отремонтировал племянник и конечно мне это все неизвестно конечно все это не точно и конечно все это наши домыслы это что мы додумываем но то что все наиграно это на самом деле так и что нас просто водят за нас просто реально водят за нас ну потому что такого быть не может много чего там пишут что если был ребят действительно была та прозрачность то и доверие было намного больше и сейчас негатива конечно намного больше но наверное под теми роликами уже не особо смотрят комментарии но больше негатива сейчас стали подчищать и стали удалять и я уверена что многие люди из прокопьевска там писали пытаясь донести до подписчиков какую-то правду какую-то истину но им это не удавалось потому что возможно чистили комментарии точно так же и с кошками на самом деле да я так была уверена что с ними все хорошо но вопросов больше чем ответов и я сама написала в этот приют но мне никто не ответил и я просто так думаю что девочки вообще не хотят связываться с этими блогерами и они видят видят это как бы ложь наверное и просто не хотят вляпываться не хотят вообще терять доверие своих клиентов ну потому что туда куда возили бабу галю это видимо какой-то как зоомагазин возможно частично с какой-то комнатой ветклиники ну что-то похожее но там не было показано этих кошек всех одна или даже две было показано и вы говорили что видео не говорили что они там давали деньги но почему-то у них на инстаграме они все равно ведут сбор на кормежку кошек я не думаю что ребята постоянно перечисляют этим кошкам деньги если они перевели там две или три тысячи или дали или возможно просто об этом сказали что они дали то извините за эти деньги 13-15 кошек не прокормить мне очень много денег уходит на обычных дворовых кошек которых нужно покапать от клеща от глистов таблетки купить элементарные даже самые дешевые извините самый дешевый корм он тоже стоит денег даже то ливерная колбаса и очень много денег я можно сказать развожу на дворовых кошаков ну не говоря о том чем я еще занимаюсь но об этом самом деле не хочу говорить потому что я люблю делать тихо и в общем ребят ну вот было бы у них прозрачность было бы у них честность но я конечно понимаю миллион триста просмотров на этом видео ролике про бабу галю первым но куда теперь они будут что-то говорить правду какую-то открывать какую-то правду теперь уже невозможно может ребят действительно андрей уже не хотел больше этой ложи и больше ничего не хотела он стал знаете таком таким добродетелем приезжающим на выходные по которому все скучают хотелось бы ребят хотелось бы чтобы не важно ко мне кто-то зашел или кирине кубанской и расставил все точки над и потому что вымыслы какие-то какие-то знаете придуманные вот порой комментарии надуманные не особо хочется вот хочется знать какой-то настоящей правды правды про эту бабу галю но много пишут даже про библиотеку что она ходит библиотеку хоть на самом деле это очень смешно я представила бабу галю библиотеки и хотя все возможно все возможно мы не знаем может она действительно умные начитанные человеке может она и актриса неплохая все возможно но все это пока знаете наши вымыслы и и да почему они так дорожат информации о сергей чтобы ему посылки присылали ну что в этом плохого но раз они считают что они делают доброе дело почему не не дают другим сделать доброе дело не снимая это просто отправив посылку что здесь плохого не знаю ребят не знаю но для того чтобы было доверие доверие подписчиков и чтобы не говорили что вот почему их обсуждают осуждают осуждать не наше дело мы лишь только рассуждаем мы видим эту неправду видим самый интересный момент еще который мне очень понравился да в этом первом видео где говорят что вот про помощь какую-то баба галя говорит мне бы деньгами чтобы вот домик подладать как будто вы знаете сразу настраполели что вот мы тебя снимем и денег может соберем там и домик будет вот знаете вот по частям просто если разложить весь этот видеоролик это знаете ну вот просто косяк на косяке честное слово ребят вот который раз вам предлагаю ну ладно будут им просмотрено и у меня же просмотрю всех просмотры но посмотрите просто медленно этот ролик первый про бабу галю он у них самый такой знаете рассматриваем и поэтому тут посмотрите медленно медленно и вникайте в каждую мелочь но вы сами откроете глаза я не видела эту мелочь вообще когда первый раз посмотрела и понимаю там у людские комментарии которые писали ох ой что такое да помогите ей ребята а потом конечно же ребята вы молодцы я такая же была потому что я так вот смотрела знаете с открытыми широко глазами и тоже рыдала и переживала в общем то потому что я люблю стариков я по особому к ним отношусь по особому животным отношусь и мне тоже удалось поверить во все это так же какие большинству подписчиков но если посмотреть весь этот ролик медленно медленно все можно понять что очень много там косяков и лучшая серия сериала до пишите все отписаться всем отписаться не смотреть ну ребят зачем отписываться они же получают деньги не за подписчиков не смотреть так тема же интересная согласитесь вот как кино как сериал почему нет смотреть можно и даже и помогать можно но если помогать напрямую поэтому тысячу раз уже говорю карта либо адрес и можно помогать да можно еще ребят который раз уже прошу если кто-то из прокопьевска помогите нам узнать адрес сергея потому что очень много людей хочет ему помочь и еще затрону один вопрос который мне пишут очень многие не только мне на моим подписчикам которые комментируют что пишут диванные эксперты а вы помогли а вот вы сидите пишите а вот кто-нибудь да пошел бы да помог или показал как надо ребят порой такие сообщения пишут наверное те кто сам никогда не помогал и не понимает что такое помощь и что такое помощь от сердца что такое помощь от души поэтому как бы я теперь не особо на такие вопросы уже и реагирую и да если идут оскорбление прямой адрес я такие комментарии удаляю даже если вы там где-то ответить успели на этот комментарий я его удаляю я никого не оскорбляю вас не оскорбляю вы пишите свое мнение и при этом я вас не оскорбляю культурно вам отвечаю по возможности поэтому давайте не будем опускаться так низко и оскорблять друг друга ребят пишите свои мысли пишите и смотрите первую серию внимательно внимательно ну вы сами откроете глаза друзья сами откроете честно вам даже не нужно будет помогать и разводить тут мыло и что-то объяснять и раскладывать по полочкам все видео достаточно просто внимательно посмотреть мало одного раза посмотрите еще раз ладно просмотры но вы просто сами все поймете и у меня все пишите жду ваших комментариев жду ваших лайков кто не подписан подписывайтесь на мой канал виртуальные обнимашки хорошего настроения позитива добра улыбок главное здоровье берегите себя и своих близких пока